Мы сегодня информировали членов рабочей группы. Рабочая группа состоит из нескольких направлений. Это поисковые работы, это архивная работа, это взаимоотношения с дипломатическим корпусом. Потому что, по предположениям, здесь были захоронены, а может быть и расстреляны люди различных стран, граждане стран. Например, по предположению и по данным польской стороны, были поляки, были румыны, были немцы, были евреи. Мы информируем членов рабочей группы по всем этапам проводимых работ. Уже обнаружено достаточно большое количество могил. Мы сегодня определяем только места могил, изгумацию и раскрытие этих могил мы не производим. Потому что это нужно еще один разрешение на изгумацию получать. После того, как мы получим это разрешение, дальше поисковые отряды продолжат свою работу. Как я сказал уже, что задача стоит до начала холодов. Нам максимально обнаружить количество захоронений. Второе, остановиться на каком-то, это определять специалисты, на каком количестве остановиться и начать раскрытие тех могил, которые... А мы обнаружили могилы, которые до этого не были известны, не в архивах. То есть это новые абсолютные захоронения. Обнаружены те сопутствующие предметы, те от того времени, свидетельствуют о том, что они не копались никогда. Потому что у нас есть данные, что в 42-м году румынские, когда стояли румынские войска, они раскапывали здесь могилы. Но даже по тем временам до этих могил они не дошли. Работа, еще раз скажу, предстоит большая. Но мы готовы к работе. Мы ее начали и мы ее завершим. Завершим для того, чтобы восстановить, что происходило. Восстановить картину того преступления, страшного преступления. И делаем это все для того, чтобы никогда этого не повторялось. И второе, чтобы мы напомнили, что бывает с человечеством, когда оно теряет свое лицо. И люди превращаются в зверей, даже хуже. Когда безжалостно, без суда и следствия истребляют друг друга. Мы считаем, что это прекрасная идея и инициатива господина мэра Геннадия Труханова оценить достойно ту жертву, которую принесли. Или почтить достойно память тех людей, которые стали жертвами событий 37-38 годов. У нас в консульстве нет специалистов, но в свое время я окончила исторический факультет и участвовал в археологических раскопках. И могу с уверенностью сказать, что те раскопки и работы, которые проводятся сейчас, они производятся согласно нормам, международным нормам и правилам археологии. Мы следим за развитием событий касательно этого предмета. Генеральное консульство Румынии заверяет вас в своей полной поддержке. И если будет создан мемориал памяти жертв, то мы надеемся, что сможем принять участие. Сотрудник Генерального консульства Румынии принимает участие в работе группы, созданной. Следит за всеми событиями и оповещает нас о тех решениях, которые принимаются в составе группы. Мы знаем, что это процесс длительный, что это тяжелый процесс. И мы уверены, что когда он завершится, это будет успешным проектом, инициатором которого был мэр Геннадий Труханов. Нами было рабочей поисковой группой, нами было принято решение использовать методику, которую используют представители Красного Креста. При такого типа работах на местах жертв войны, политических репрессий, других военных конфликтов. То есть практически все применяемые сейчас стандарты применяются по всему миру. Это довольно-таки известные моменты фиксации раскопов, фиксации залегания останков, фиксации самих останков. Это в последующем, но это наработано уже людьми просто годами. Такие вещи, они пройдены через практику, они усовершенствованы. Наши специалисты из Днепропетровска проходили специально обучающие курсы именно у Красного Креста. Довольно-таки очень авторитетных представителей практического своего мира. Были профессора судебно-медицинской экспертизы из Аргентины, были из Великобритании, были из Испании. Делились своим опытом, и мы как губка впитывали этот опыт. Продолжение следует...